Ну чё, поехали на Ханское озеро. Пуф, мы собираемся в отпуск. Всем хорошего настроения. И как впечатление, как впечатление, каких тут только аттракционов нет. Ручкой помаши. Пуф. 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 Он привел его на это озеро, опустил тело в озеро, вот на этой подстилке с берега. И уже через некоторое время хан почувствовал вначале просто облегчение в теле, облегчение, легкость. Вот, вытащили хана из озера и заметили, что через полчаса вот эти все места, язвочки, покрылись корочкой, то есть начали потихонечку подшивать. 19-го, начало 20-го века, класс, девочки, джонские, а чуть ниже класс, казачат, мальчишек. А вот, посмотрите, пожалуйста, какая одежда была. А вот представьте, что вы вовсе на улице, ваше внимание, хата с улицы, тролли-то раньше, саманные хаты, вода, глина, солома, это все перемешивалось, из этого оделся кирпичинский, сейчас тролли-хаты. Итак, посетили мы музей станицы Есенской. Прикольное место, неожиданно. Я от него ожидала намного меньше, но удивил. Правда, дерут, конечно, с туристов, но как везде. 100 рублей взрослый вход, 10 рублей за экскурсовода, 25 рублей за съемку. Но мы же люди русские, мы снимаем не спрашивая, втихаря. Потому что дерут. Папа наш не пошел, но музей очень разносторонний. Там не только птички, рыбки. Там и... Что-то про лепать. И про быт, и про казаков, и хата такая импровизированная сделана, и даже денежные знаки, и выставка работ Рериха, и шокография. И, в общем, довольно-таки интересный разносторонний музей. И я от него этого не ожидала. Хотя расположен на очень маленькой площади. Вот. Так что дерут много, но посетить можно стоит. Теперь вот гуляем, ждем. Тут и школа искусств, и художественная школа, и общеобразовательная, и музей. И дом культуры. И дом культуры, и что-то все в одном. А, нет, это, наверное, дом культуры, а не школа все-таки. Здесь написано, что бань, наш общий дом. Да, школа вон там, наверное, это дом культуры. Ильич. Ха-ха. Вообще. Ну что, мы прибыли на казачье подворье. Ну, тут, как обычно, еда, антураж. Дим, быстрей. Да, там живые петухи, козлики. Ты же никогда не видел живую деревню. Не увидели. Мам, мы видели уже. Ой, сфоткайте меня на фоне этого шикарного волка. Сейчас кинем в колодец живым. Дай им монетки в колодец желаний. Что загадали? Не скажем. Нельзя говорить. А вот это что, душ или туалет? Кролики. Ой, какой хороший. А это кролик или заяц? Смотри, их там как много. Кролик, кролик, чёрненький, чёрненький. Привет, кролик. Или всё-таки заячек? Не знаю. Ириш, как ты думаешь, это зайцы или кролики? Ну, не чёрненький. Кролики поменьше. У кроликов уши, по-моему, по-другому. Ой, какой петух! Что-то у него там певучий. Скажет, не обращайте на меня внимания. Ну, это голуби, Надь. Кролики поменьше. Ёжик? А. Ой, где? Какие тут есть? Сверошные какие тут есть? А это что? Это голуби. А это голуби, да. Нет, Индюк большой. Ой, какой хорошенький. Индюк вот такой. Не знаю, Надюк, покормишь. Он думает, ты его покормишь. Ну, почеши за ушком, Надь, не бойся. Не бойся. Пусть. А-а-а-а-а. Фу. Нельзя это кушать. Нельзя кушать. А-а-а-а-а-а. Нет, я не едаю. Хорош. Я не едаю. Ну я вижу, вам козлы понравились больше всего Куры тоже живые И кролики живые Вот эту прям берем Вот прям забираем А козлы на вас обиделись, гляньте Стоят смотрят А выйдут на киску Она мурчит, потому что Не надо, Надя, не поднимай Грязь Мы сейчас стартуем в автобус Поедем дальше Ты чай разбавим? Ты чай подоймем разбавим? Да Вон стоит наш автобус Который нас повезет дальше Грязь А-ля статуя Живой Бедная девушка Стоять только Без движений А? Это точно Это точно Да тут никто никого не заставляет Даже дети ходят Пончики Рыбу Сладкие трубочки Чего только не продают Вот не поверю Что им есть нечего Прикольная кафешка Узбекская кухня Сидим ждем Здравствуйте Ну вино нам уже принесли Лепешку тоже Папа кушает Не буду его показывать Набрали мы себе Набрали мы себе всяких мясных вкусностей Аж на 1300 На 1340 Да Сейчас будем отмечать Мой Днюха Мама Я подумала Что это Девочка Которая Ничего не понимает А я еще Просто не одежда похожа Сейчас будем отмечать Мой официальный Днюшка По документам Ну на самом деле Мне в этом не пора делать Ну так и отмечаем мы понарошку Правда Один месяц позже Находится кафе на улице Шмидта Правильно? Рядом со столовой Вкусно поесть что ли, да? И где казачий курень Или курень, как правильно А у папы есть лакман Но я не буду показывать его Человек кушает Тебя может Ладно Нам доброго вечера И еще один Утяньки я Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова